здравствуйте друзья у нас сегодня налет налет на магазин фрайс магазин прайс электроникс там что нам нужно то он микрофончик нужен 2 микрофончик то есть мы продолжаем налаживать систему для параллельного записи звука так сказать из двух источников диалога диалога у нас рекордер потом будем подмонтировать к видео ну чтобы вот дорога не шумела грубо говоря так и вдруг выяснилось что не хватает нам одного микрофончика а не хватает нам его потому что мы иначе себе представляли как это все будет происходить и один микрофончик у нас есть а другого нет вот мы вы сейчас и прикупим я уже неоднократно снимал в магазине фрайс электроник это такое место знаковая да как бы да как можно сказать вот вы в украине где жили киев киеве есть что-то какое-то подобие вот фрайс электроникс да там есть сейчас дай бог памяти вспомнить потому что я уже и запад забыл хоть немного времени да это вот комфи есть такого чеки комфи комфи комфий как конфа в конце или кириллицы а и кейком фи комфий в ой в конце да да то есть вот такой вот это такой магазин электроники что там еще были я не помню типа foxmart и всякие технополисы и там подобные всякие супермаркете электроники которые а магазин прайс еще интересен тем что там такой стиль вот туда заходишь но мы сейчас будем магазин я поснимаю вот туда заходишь и там такое все ковбойская там такие прилавки в виде вагончиков которые там с золоторудных шахт там какие-то ковбои на лошадях там все такое ковбойская вы подумали что о чем и правильно наша там техника не было стоить с тех времен а посвежее да а так вот все остальное мы решили стилизоваться друзья вот у меня жилеточка западная было вам жилеточку одеть как это ладно у нас есть выписи запасные жилеточки на случай поездки за случай поездки вопрос ну или съемки какой-нибудь тут как это пролилось то на нас сегодня этой благословенной влагой то я боюсь как бы водохранилища не не стали переполняться то как-то может неудобно получится надо же с утра сегодня град был мелкий да ты чё да а где south city south san francisco и прям что-то стучал вот да вот прямо такие мелкие по стеклу даже присмотрелся беленькие такие вот были вот такие вот как бы ну я даже вспомню как он выглядит мы можем не такой град как вот вообще с вообще ну вот такие купил очки белые падали в реальные даже как я ну близко на успела затянуть наверно тучи или с океана затянуть тогда слушаю там пасифика буду через город сегодня это инаугурация это было с утра только по всем каналам ушла и я вспомнил знаете время когда такой был анекдот значит съезд там кпсс цк кпсс и мужик включает телевизор там съезд там второй канал съезд там еще съезд и там уже крутит 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 и конце концов там доходит там сидит мужик такой из органов и к тебе докрутишься так что у нас у нас пока такого нет кнопок много вот крутись пожалуйста но трамп пригрозил журналистам уже с ними что посадится сегодня мне не сегодня еще тогда когда он там их когда не даже мог при это письмо написали он их даже на самом деле игнорит у них теперь twitter есть а на его теперь журналисты как бы никакого значения нет нет я зря он конечно если бы они конечно или какой-нибудь или или там как бы сотрудничали в понятном смысле там вот то конечно так так ему ну как как ему их любить как критику то слушать это же невозможно ну я делал не этом он он критики не боится вот ему просто самолюбие вот это ему он такой нарцисс нацистический такой человек и ну может быть он подправить немножко даже не знаю все-таки должность такая обязывает не на бал тут наоборот если у него нарциссизм да то занявший такую должность президента первого человека ранее это должен наоборот усилить это очень но там люди воспитываются со всех сторон влияния какие-то но мне так кажется я даже не знаю я тоже не знаю вот давайте на улицу покажем это же ковбоев уже народ насмотрелся салон макларен проехали проехали мы с вами движемся по городу который называется полуал то город известен тем что фактически как бы в нем находится стэнфордский университет это если минут десять ехать по левой стороне будет вот там даже улица называется юниверсити что налево что направо вот это полуал то а если вправо ехать то мы пересечем полуал ты приедем в город из полуал то который мы тоже с вами знаем если вы смотрите наш канал и ориентируетесь где светлана строит свой нынешний проект вот давайте мы может быть тогда это осветив таскать путь остановим нашу камеру пока и включимся обратно когда уже будем самом магазине вот вы видите друзья я вам говорил что тут ковбойство какой-то процветает шары воздушные вы можете сказать что воздушные шары не исключительно ковбойская и это правда это правда но профессор тесла друзья это профессор тесла это вам не кто-нибудь вот так вот люди путешествовали а это уже наши пацаны вот я вам говорил индейцы ковбои вот вы видите лошадку она вздыбилась на ее месте так вздыбился бы каждый когда тут такой ковбой 5 веревочка хорошая лошадь добротная чего-то ток нет раньше здесь не торговали стиральными сушильными машинами но че-то растет ассортимент чего-то растет ассортимент а чего-то знаете сокращается вот раньше здесь было много много самых видеокамер и фотокамер а сейчас вообще ничего не осталось так какие-то смешные да вот пожалуйста из вашингтона транслирует со всех сторон тут много телевизоров мы когда только приехали в америку вот берри перед мама родная и так вот идешь 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 мимо этих телевизоров и прикольная фишка этого магазина состоит в том что здесь всегда есть что-то на таком цели что мимо ты не пройдешь и допустим нужен телевизор вас с таким-то экраном диагональю и ты обязательно найдешь но ты заранее не знаешь какой-то фирмы будет но это будет такой убийственный дел что невозможно устоять это и сейчас так а вот смотрите какое количество всяких летающих дрончиков вот начиная вот такой массе кусочки за 22 бакса вот а это уже за 200 а этот слушайте 50 до 45 долларов надо же вот это 40 50 45 долларов 70 это даже не 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 квадро а прям целый с шестью вау интересно 74 что-то как-то вообще не ценит все так дешево 129 долларов здоровенная дорога такая 400 о хорошо а вот и пожалуйста 750 есть до 400 такое ощущение что скоро вообще люди без дронов не будут на улице выходить вот там внизу вот этот серенький 649 рядом чуть поменьше 349 в общем такое дело это пожалуй самый дорогой тайфун за 1300 да там еще поменьше есть такие за 500 вот этот вот какой-то совсем маленький 4 кей у него камера этого со встроенной камеры видно да усовершенствование произошло камер больше нет а есть только бумажка с описанием но они правда внизу там стоят вот там внизу есть но вот бумажечка и ценник бумажечка и ценник бумажечка и ценник удобно в руках не поддержишь хорошо не надо лишний раз напрягаться да даже вот диктофон чеки так рекордер чеки какой-то выбор есть не безумно большой но вот есть ага микрофоны пошли за ручку надо держать зато много слушайте реально их тут два десятка миксер это ну да это без проволочной да у нас есть уроки мы такими записываем да а чё просто микрофона нет вот как как у людей и вот такой красавец почем вещь эта вещь он 30 баксов нет вот она 20 долларов 20 до я чего боюсь что как бы нам за 20 долларов как вы дрянь не купить не ну есть за 80 вот такая вот это восемь да да но я не знаю в чем ее сильные преимущества наверное чехол потому что дорогой то чехол дермантиновый конечно 3 доллара ему цена но суть в чем вот он вот такая штука вот я не буду доставать разъемов полно все да всякие переходники подразные нам же столько не надо нет 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 смысла нет нет смысла платить за партнер остальные других просто лучше либо за 20 либо это за 80 значит так вот есть вот это за 20 это вообще что непонятно радиотехника микрофон тоже смотри это тоже микрофончик а это маленький но это чисто вставляется прямо прямо в девайс да такие тоже есть ну чё надо определяться вариантов немного потому что нам надо клип стал ну хорошо берем тогда вот этот вот за 20 куда берите взял а уже я хотел запечатлеть момент ладно я могу но я уже взял и взял взял и взял так у нас по ковбойски брали да но скидку нам за это не дадут нет но все равно зато мы с понтом да вот друзья я вам говорил про эти телеги можно сказать баганетки которые стали прилавками для которых принтер его ставят а вот покажи вот эту вот суровую грубую правду жизни золотодобытчика золотоискателя нашего фортинайнера вот они справа наши пацаны наши пацаны которые золотисты моют да но им не повезло ну они тут надолго да да поэтому не повезло вся разница да вот друзья мониторы какие нынче стали а я что-то не пойму так он что вытягивается слева направо это не 16 на 9 это 21 или даже больше по моему ноги до 21 на 9 34 дюйма вот еще 1100 баксов он может быть неплохой но просто что получается если мы его поставили если надо несколько окон работать параллельно то очень удобно размещать то есть окно не будет само так таким она не станет таким нет но и можно несколько делить экраны там нет весь будет рабочий стол такой но он будет как бы растянутый но если вам надо несколько мониторов может идет не два монитора использовать или ты вы можете один и поставить широкоформатный вот такой зачем мы должны друзья скоро вообще круговые будут куда не повернешься все будет монитор да это подешевле смотри этот всего 800 долларов но это он помню гнется да он прямой вот эффект кинотеатра создает это за штуку сейчас такие телевизоры большие то есть он такой эффект присуши а этот тоже изогнутый тонума но маленький но всего 280 бакс а чё же это неплохо неплохо сейчас если брать тоже 4 кей надо брать а это не было 4 кей вот еще из наших тут на лошади и тут надпись хорошая вот написано вэлком тю какой хороший наездник да друзья логика покупок для офиса для там ну неважно как вот и вышел из офиса снимать там для блогинга логика этих покупок которые совершаются из офиса так сел и поехал а потом возвращаешься в офис это то что сейчас с нами происходит мы возвращаемся в офис второй раз ну возвращаемся в том смысле чтобы тут немножко в сторону это второй раз тоже в сторону слева от меня там а где русский магазин а вот там впереди ну да мне что проект там если вы видите красная такая тряпочка вот слева этого русский магазин называется юра барт юр манда юра юра не евро евро но и ю надо евро март это какой-то очень древний русский магазин он тут давно я там тоже не был очень давно может лет десять не был но во всяком случае проезжая из прайса мимо это к нашему офису может быть даже ближайшие не знаю он небольшой но вкусный естественно все это кончилось если еще не обжорством то уже серьезные заявкой на оное потому что накупили мы накупили но слюна уже начала выделяться так это это у нас потому что мы знаем что там а значит другие то еще не в курсе мы вот что сделаем мы поделимся радостью с нашими зрителями раньше чем с офисом ну по нет но офис пожалуйста они могут от параллельно радоваться мы приедем и вот начнем распаковку и покажем что у нас в этой коробочке которую мы забрали из русского магазина с собой в обмен друзья на презренный металл виде электронные транзакции с кредитной карточки то есть не металл они даже бумажки мы им не дали на пластик в дороге дали пощупать пластик и все это уж твое как ничего не давали ушли с продуктами такая вот история да ну что ж ждем небольшой магазинчик него а вы первый раз тогда да я там не был ни разу в восточном то что мы ездим возле сан-антонио мы были да 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 и в самоваре тоже а здесь не приходи но вот он когда-то был раньше их всех он был раньше самовара он был раньше того что там на сан-антонио это место мне нравится продается ты смотри подряд идет тесла и макларен друзья давайте смотреть на право вы же любите технологии а мне всегда от михаил тогда перестроить вы слышишь вот логично это логическое построение михаил вы же можете себе позволить говорят да вы же можете себе позволить вы же живете в кремниевой долине раскрыла крест я а шо же вы себе теслу не возьмете никто не спросил что вы себе не возьмете макларен посмотри вот справа вот да никто не спросил что бы вам не взять за две теслы можно взять один могу а нет наоборот не не один макларен до 100 где-то порядка трехсот тысяч да ты чё да я серьезно вот почему могли бы сказать михаил вы же не вот это черненькая 200 написано да я так вот можете платить задаром отдают 200 тысяч вы же можете себе позволить что же вы себе не возьмете да тесла там по-моему это обычная саканда 1080 90 70 ну вот скоро вообще будет там не знаю за 30 года они же гигафабрику уже открыли как бы якобы они аккумуляторы не полностью да они не полностью аккумуляторы делать а вот эта большая типа типа сух кроссовером стоят 150 да но только их очень мало делают они чисто так такой человек их много тоже уже видел по дорогам это выберем у меня я имею ввиду теслу все говорю про теслу кроссовер вот эта которая большая это чуть ли они тоже возле наш офиса две штуки стоят да вы что ну не прямо возле не наших учителей конечно да смотрите никто ничего да не стекла не побьют гвоздем не проторапают абсолютно какой-то народ знаете апатичный апатичный тесла 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 вот если в жигуль появился бы вот я думаю его обступили бы на моих глазах обступили подождите что это было это нет это не был жигуль это был москвич но такое еще знаете типа немецких машин военного времени но был старый москвич где-то видел на каком-то шоу народ реально обступал и точно так же обступали мотоцикл восход который они в принципе содрали с бендау не тоже содрали они на самом деле вывезли из германии завод бмв и производили мотоциклы восход но вот как бы они до сих пор выпускаются такие говорят люди которые вот от мотоциклируют говорят что потрясающая вещь потому что вот как в тридцатые годы возвращаешься вот такие мотоциклы 189 900 ну я так простеньких я думаю можно поторговаться можно тем более она простенькая можно лет через 50 вокруг тесла будут отходить и смотреть на прадедушку теслу наверное на самом деле не уверен в том что тесла как бы монополистически захватит этот рынок потому что сегодня вот эти электрокары есть практически у всех она уже не настолько инновационная как было пару лет но сегодня например самая первая по продажам машина это не тесла электрическая это ниссан ляпчик миссар 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 лифт до или как он правильно лифт листочек дарались внизу лифт он гораздо раньше тесла еще появился по моему я не знаю но во всяком случае их продают намного когда много больше а потому что она как минимум в два с половиной раза дешевле она стоит 30 тысяч максимум ну посмотрим на на и маленьких там смотреть не нужно что по сейчас от тойота запустила экспериментально не во всех штатах какой-то на водороде не с а тойота мир а я не заправляться где заправки есть уже здесь водорода до возле моего дома одна заправка на водороде килограммами продают и позиционируют как расход если допустим тот же самый prius идет где-то с расходом 45 миль на галлон или туда 48 как они пустят то мирами они говорят на водороде идет где-то 65 мило галлон на решет сейчас пишут что топлива будущего топлива будущего это жидкий газ то есть его так много и без бесконечно там и не знаю там что это то что добывает из земли так что-то вот который у нас сейчас в комфорта грубо говоря да ну вот этот самый его журналист какой-то писал да чушь тогда а сейчас же этот трекинг и сейчас его сжижают танкерами возят громадные громадные масштабы производства и весь мир сейчас зальют уже залили но это же ископаемое как бы она же имеет ограничены наверно не бесконечно да но во всяком случае там мне кажется водорода более перспективно преживозного берешь и все да они просто за счет разложения там какой-то химической операции сейчас скорее не химик то там за счет разложения операции химической операции разложения там на кислород и водород потому что-то появляется выделяет сколькоAlmer INERGie и из этого получается электричество leader сколько хочешь значит и давайте так на кислород водород нет Ninja 對啊's продают заправка это заправляет водородом эту машину да ну я миду амирами ширина спирту джунгли много или древесиной будьте спирт об джентльменах удачи кого там посадили за что мочу матерой ослиной раздавал бензин да я думаю даже где чем заправят ну что же друзья мы возвращаемся в офис и у вас впереди еще значит распаковка из русского магазина ну что друзья начинаем распаковывать значит мы первым делом вот это керамический такой фотоаппарат блогерская вещь те кто смотрит нас регулярно помнят где я его приобрел так это наш микрофон да это друзья ну давайте развернем немножко мы будем людей травить это охотничьи колбаски главное понюхать понюхайте все выключать идем дальше идем дальше вот такая вот так шиночка какая-то вот так объяснять хотя сейчас я не знаю если в россии смут может и все санкционно не знаю не могу сказать это рижские шпроты да маленькие так господи маленький так кассировал сырок так биолу все знают икра заморская баклажаном до огурцы это откуда у нас это зергут зергут это болгария наверно да она может быть легко и венгерской не написано продуктов болгарина хлебушек без селедки мы же не не могли это классика да вы хотели целую коробку для этого принципа это фактически такие шоколадно-вафельные кусочки но его шерку решили добить вот так и решили догнать до рижской рисским тортиком на лиге кто из вас из риги значит ставьте лайма вот а те кто просто любит вкуснятину не отставайте от них урижан нет монополия до вкусненько это чай из черной смородины и просто чай английский английский автор но в общем для всего вот так всей радости вот так сходили буквально чуть-чуть и ничего не оставить могу сказать по опыту